добрый день наверное еще мы начинаем наши нашу работу и на прошлой лекции главный результат который мы получили сейчас его наверное выпишу что для любой реакции общего вида со стихиометрическим уравнением общее стихиометрическое уравнение где а и ты это реагенты стартовые вещества дают какое-то количество продуктов а это штрих со своими стихиометрическими коэффициентами и мы на основе общих принципов термодинамики вывели условия для для равновесия этого процесса и в частности очень важная величина константа равновесия которая выражается в виде вот произведения всех концентраций в степени соответствующей стихиометрическому коэффициенту катого катого вещества при этом константа равновесия зависит только от температуры и не зависит но главное она не зависит от от концентрации это очень очень важно и кроме того у нас возникла такая величина как изменение стандартный стандартного потенциала гипса который записывается вот таким образом где м катая с ноликом соответственно штрихована это для для продуктов а без штриха величины для стартовых для для реагентов м с ноликом к это тоже стандартный потенциал соответствующих веществ это очень важно и ну напомню откуда взял взялись м мю с ноликом мы поняли на прошлой лекции что в пределе разбавленных растворов когда концентрация веществ очень небольшая мы можем записать выражение для химического потенциала этого вещества таким образом когда есть слагаемое зависящее от концентрации как логарифм концентрации соответствующих веществ и тоже стандартная величина стандартная величина в том смысле что если логарифм вот взять концентрацию стандартным грубо говоря подставить концентрацию единица то получается что вот химический потенциал равен мю и т с ноликом причем следует обратить внимание ну вот это вот как бы квинтэссенция того чему мы пришли на прошлых лекций все это обратить внимание что нолик это не 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 такая не просто для красоты он играет здесь определенную роль и в общем нужно помнить что нолик обозначает стандартную величину и на эту тему было предложено прошлый раз задачка задачка парадокс в котором в общем то вроде бы получалось некое противоречие что с одной стороны мы знаем что изменение в равновесном состоянии изменения потенциала гипса равно нулю потенциал гипса минимуме а с другой стороны мы можем взять из справочника или учебника для данной реакции а там речь шва о получении реакция образования аммиака из водорода и азота что дельта же с ноликом равняется там около 8 килокалорий на более это вроде как некоторые противоречи так вот здесь нужно очень четко ну хорошо кстати сказать что те кто прислал свои ответы это в общем в основном разобрались но еще раз значит свободная энергия минимальная и поэтому ее изменения 0 а стандартное изменение потенциала гипса она не обязательно равняется нулю она она определяет фактически величину константы равновесия вот этой к да кстати надо здесь еще записать еще одно важное выражение вот отсюда видно что изменение стандартной энергии определяет константы равновесия чем больше константа равновесия тем больше реакция сдвинута вправо она идет таким может идти не противоречит термодинамике если если дельта же меньше меньше 0 если дельта же с ноликом больше нуля то константа маленькая и равновесия сдвинута влево чем больше положительная значима дельта же с ноликом тем сильнее влево и фактически реакция может не идти заметным образом вообще и вот здесь я хотел бы еще раз отметить обратить ваше внимание на то что не надо путать изменения свободной энергии изменения стандартной энергии это в общем-то похоже и даже оптически но суть в общем-то совершенно разная и в этом надо как-то на это надо с этим надо быть осторожны сейчас мы вроде совсем недавно проходили это на на лекциях но по прошествии некоторое время это может перепутаться но сейчас я надеюсь мы я вас от этого как бы предостерег и здесь будет у нас все в порядке так но чтобы чтобы двигаться дальше нам нужно поговорить и вернее следующий естественный вопрос а что делать если концентрация веществ участвующих в процессе в процессе который мы изучаем реакции которую мы изучаем существенно больше чем 10 моли на литр помните принципе это работает до 10 моли на литр это вот приближение что делать или как так сказать в этом случае поступает и здесь эту проблему как бы химики решили наверное даже химики неправильно сказать потому что родоначальник подхода который позволяет учесть большие концентрации это некто льюис который наверно скорее корее физик чем чем химик так вот льюис очень известный физика химик придал предложил делать следующее ну понятно что когда вы увеличите концентрацию появляется взаимодействие между отдельными частицами и это влияет на величины химического потенциала и казалось бы на первый взгляд нужно просто очень учитывать в каждом отдельном случае эти поправки и ясно что это сложно но тем не менее но льюис льюис предложил несколько другой подход он сказал давайте оставим все формулы как они есть но вместо концентрации будем подставлять величины которые называются активностями а и связь между концентрации и активностью будет осуществляться при помощи такого коэффициента который называется коэффициент активности при этом если вот это вот определение активности определение активности если концентрация стремится какого-то вещества стремится к нулю мы переходим в режим разбавленного раствора коэффициент активности гамма и стремится к единице вот казалось бы так сказать довольно довольно может быть даже странно на первый взгляд процедура но тем не менее она оказалась очень удобно смотреть что получается если мы вводим активностью таким образом то учет того что система становится становится не идеальной в общем то находится вот здесь нужно рассчитывать коэффициент активности но зато все формулы которые используются в практике химической практике остаются совершенно такими же вот я наверно при помощи тряпки перепишу вот это выражение для для константа равновесия вместо концентрации мы подставляем сюда активность чем активность но ясно что она есть какая-то и нам ее нужно в общем-то определить кстати иногда очень редко можно получить аналитические выражения для коэффициента активности следовательно для для активности но это как бы уже можно сделать вид что вроде и и как бы ничего все в порядке вот таким образом константа равновесия распадается как бы надо надо на две составляющие константа ну вот кильда с крышкой который определяется концентрациями а потом это все нужно умножить на соответствующее произведение коэффициентов активности и таким образом логарифм константы он остается равным изменению изменению стандартного стандартной величины потенциала гипса и распадается на распадается на два слагаемого логарифм логарифм от константы которая определяется по концентрации плюс вот такое выражение стихиметрический коэффициент умножить на логарифм гомоид ну давайте я выпишу чтобы у нас было это константа это как я сказал константа определяется через концентрации и остается еще остается еще вот эти слагаемые которые связаны с логарифмом коэффициента активности поэтому фактически нам нужно реально или задача наша заключается в том наша задача в смысле физической химии в том числе и супромолекулярная заключается в том чтобы определить логарифмы коэффициентов активности повторяю что иногда это получается в дальнейшем мы даже по крайней мере в одном случае мы это сделаем но пока вот у нас есть программа что надо делать мы понимаем что надо делать если нам так не повезло или повезло то мы сталкиваемся с системой не идеальной и тогда вот значит логарифмы коэффициент активности ну пока мы будем считать что нам везет с точки зрения дидактической задач дидактики можно считать что что системы разбавленные поэтому можно использовать выражение для на основе вот этого выражения для химических потенциалов хорошо теперь ну это я наверное могу могу стереть может быть вот это мы оставим все таки еще нам следует все таки повнимательнее посмотреть как меняется свободная энергия гипса в ходе в ходе химической реакции даже мы можем здесь написать название изменения потенциала гипса в ходе химических процессов ну в том числе и химических реакций ну фактически когда мы занимались определением условия равновесия мы об этом об этом говорили но сейчас давайте посмотрим на это более наглядным способом мы нас интересует изменение потенциала гипса свободной энергии гипса от для какого-то процесса от координаты реакции ну так вот довольно довольно неопределенная величина координата реакции мы будем считать что это некий параметр который может быть сложной суперпозиции там трансляционных координат в системе колебательных амплитуд вращательных все чего угодно ну в принципе это ну интуитивно ясно что это должен быть какой-то параметр от которого зависит продвижение продвижение реакции ну вот мы использовали такой термин как пробег реакции степень завершения реакции обычно от этих координат ну это много может быть многомерная вообще говоря на самом деле картинка зависимость потенциальной энергии ну мы смотрим двухмерную картинку где где зависимость энергии гипса от координат это это некая линия ну вот стартовые продукты реагенты они как-то зависят каким-то таким образом и реакция переходит образуются продукты если она если продукты находятся ниже вот продукты это это реагенты это продукты и важно ну это мы наверно можем убрать чтобы не зарядить мозги это типичное изменение на качественном уровне типичное изменение свободной энергии в ходе реакции есть равновесное состояние продукта есть равновесное состояние реагента есть равновесное состояние продукта Тогда свободное, тогда изменение стандартного потенциала определяется вот этой величиной. И если продукты находятся ниже, то термодинамически ничего не мешает реакции пройти. Но есть одно «но». Обычно возникает барьер, который мешает этому процессу. И, собственно, это было замечено еще давно, со времен Арениуса. Стало понятно, что в химическую реакцию вступают только те частицы, которые обладают избыточной, по сравнению с остальными, энергии. И в наших терминах это значит, что энергия должна превышать вот эту величину. И это называется потенциальный барьер. Но обычно его обозначают с таким значком. Изменение свободной энергии с таким значком. Поэтому если в основном состоянии удается набрать энергию выше этого потенциального барьера, то реакция проходит. Ну и отсюда, в общем-то, понятно, опять же, понятно, подойдет смысл дельта же с ноликом. Еще раз, нолик это не для красоты, не типографская, так сказать, штука. А это вот здесь есть свой смысл, который нужно, дельта же с ноликом нужно отличать от дельта же, от свободной энергии гипса. Ну, при этом константа равновесия, опять же, определяется этим выражением. И чем больше константа равновесия, тем больше шансов, что наша реакция сдвинута вправо. Но опять же, все определяется возможностью преодоления барьера. Скажем, вы можете взять смесь водорода с кислородом, если это будет в какой-то контейнере, который держится в темноте, и нет никаких электрических воздействий на систему, то эта смесь, кремучая смесь, может стоять бесконечно долго. Но если вдруг там проскочит где-то искра, то реакция стремительно идет, проходит стремительно, и, так сказать, получается даже взрыв. Поэтому, ну, и это, наверное, количество выделившейся энергии определяется вот этим дельта же с ноликом, но идет процесс или не идет, это вот определяется этим барьером. Здесь нужно еще, так сказать, что можно еще добавить. Здесь мы невольно коснулись уже кинетики химической, поэтому имеет смысл сказать несколько слов или вспомнить о генетическом аспекте химических процессов. И вот общее принято считать, что скорость химической реакции она тоже определяется в рамках законодействующих масс как произведение в общем виде произведения концентрации реагентов в степени их стеохиметрических коэффициентов на константу, ну, здесь вот, чтобы нам уже, ну, эта константа, ЭТК у нас немножко существенно отличается, на константу скорости, скорости реакции. Ну, обычно для элементарных процессов может быть мономолекулярная, когда концентрация одна, и в первой степени бимолекулярная две частицы, это мы знаем, ну, редко три. Три это, скорее, газовая фаза, в конденсированной фазе это очень редкое явление, но неважно. И, значит, по определению скорость, она может быть положительная-отрицательная, это n, это количество молей продукта или градиента, а v объем, в котором происходит процесс. Но здесь еще нужно обратить внимание, обычно на это не обращают внимания, ну, может быть, это не так важно в большинстве случаев, но объем в конденсированной фазе обычно постоянный, объем, в котором происходит химическая реакция. Обычно постоянный. И тогда можно его внести под знак дифференциала и мы, n можно разделить на v, это концентрация. И тогда в таком более привычном для нас виде скорость, это, опять же, плюс-минус dc, где c это концентрация по dt. Вот это, значит, студенты нашего курса уже знают, ну, просто неплохо напомнить, на всякий случай. И тут надо заметить, есть один момент, который я хотел бы тоже обговорить. Дело в том, что интуитивно кажется, что величина барьера потенциального и изменение стандартного потенциала для данного процесса как-то связаны. Ну, кажется, что чем больше дельта g0 по модулю, тем меньше должна быть величина барьера. Это как бы вот интуитивно, это вроде бы более-менее понятно. И учитывая, что... Ну, здесь я, наверное, неправильно сказал. Не то, что интуитивно, очень понятно, но многие, так сказать, верят или верили в это, что такая связь есть, и были различные попытки связать изменения стандартного потенциала с величиной барьера. И некоторые даже были успешными, и мы о таком поговорим попозже. Но, в принципе, если исходить из того, что константа скорости реакции для, скажем, бимолекулярного процесса, в самом общем случае можно записать вот таким образом. Значит... Сейчас я запишу потом... Величина барьера. gz — это предэкспонент. Этот сомножитель может зависеть тоже от температуры, но не так, не экспоненциально сильно. gz для бимолекулярных процессов — это 10 в 11, скажем, литров на секунду на моль. Ну, вы, люди уже опытные, вы обратили внимание, что gz — это фактически константа скорости реакции, бимолекулярной реакции, которая ограничивается диффузией. там величина, максимальная величина константа порядка вот здесь 10 в 11, и вы это знаете, но если вдруг вы об этом забыли, то полезно это где-то там записать в уголках памяти, потому что это очень-очень важно. и тогда, если удается связать, ну, лучше аналитически, величину барьера как функция дельта g с ноликом, то много кинетических проблем решаются легко. Вы знаете дельта g с ноликом, это изменение стандартного потенциала, это делается относительно легко термодинамическими методами, экспериментальными, и после этого вы сразу определяете константу, вернее, величину потенциального барьера, и фактически тогда определяете константу, то есть вы, в общем-то, решаете проблему, одну из важных проблем, так сказать, кинетики. Анонсируя одну из наших последующих лекций, мы попробуем вот такую связь для одного узкого класса реакций рассмотреть, тем более, что она имеет, в общем-то, довольно забавный исторический контекст. Есть вопрос? Так, теперь, ну, это я могу, наверное, уже стереть, брать, и все-таки еще раз, еще раз, кинетический аспект, вот давайте посмотрим еще реакцию взаимодействия водорода с йодом, она идет и вправо, и влево, обратная реакция, как бимолекулярная реакция, в газовой фазе, в диапазоне температур 300-500 градусов Цельсия, вот, теперь, фактически мы можем применить этой реакции в ту же качественную схему зависимости свободной энергии, и известно, она хорошо изучена, эта реакция, и величина барьера прямого процесса равняется 40 килокалорий на моль, обратного процесса, тогда увеличена с этой, барьер с этой стороны, 4 килокалорий дельта G ну, штрих, дельта G штрих 44 килокалорий, ну, я записываю конкретные, конкретные величины, конкретные числа, ну, для того, чтобы вы почувствовали, как это бывает, ну, отсюда видно, что нужно просто вычесть из одного, из одного барьера величину другого барьера, и мы оценим, получим дельта G с нуликом, которая равняется минус 4 килокалории на моль. замечательно. Теперь давайте посчитаем скорость, но в равновесии скорость прямой реакции равняется скорости обратной реакции. Поэтому в равновесии мы можем записать, что скорость вправо это К1 на концентрацию водорода умножить на концентрацию йода. бимолекулярной реакции мы только что с вами договорились, что так собственно и бывает. И обратная реакция, скорость обратной реакции запишется таким образом. поэтому если собрать концентрацию в одной части уравнения, а константы скорости реакции в другой, то мы получим, что ну вот h в квадрате это делим сюда получается это делим на это К1 разделить на К минус 1. Ну это собственно есть по закону действующих масс это есть констант равновесия. Поэтому получаем такой такой результат. То есть константу равновесия можно еще получить если мы располагаем кинетическими данными таким вот таким образом. Это отношение в данном случае константы реакции прямой константы реакции обратной. Ну вот собственно наверное наверное все что нам нужно было по поводу закона действующих масс. Ну кстати сказать можно говорить закон действия масс. Это в общем-то не знаю почему так получилось но и то и другое допускается. Но может быть это было связано с различными переводами с английского. Ну и теперь мне бы хотелось рассмотреть ну какой-нибудь конкретный пример связанный с константой равновесия закон действующих масс. Во-первых неплохо было бы неплохо было бы понять как можно определять константы равновесия которые играют большую роль как мы уже сейчас понимаем и в термодинамике и в кинетике и вообще физической химии. Ну здесь есть можно выбрать много примеров ну вот условия когда свирепствует пандемия ковида которая заставляет нас работать даже в таком необычном формате я предлагаю рассмотреть какой-нибудь процесс связанный с этой заразой. А именно в принципе поскольку вирусы ковида мы знаем атакуют прежде всего легкие то давайте рассмотрим процесс связи гемоглобина с кислородом который образует такой оксигемоглобин комплекс комплекс с кислородом это происходит насыщение кислородом происходит в альвеолах специальных полостях легких и гемоглобин насыщается кислородом ну чтобы представлять так сказать наша позиция конечно не строго медицинская но скажем так позиция любознательных обывателей которые вооружены некоторыми знаниями физической химии и мы можем в общем-то как-то подумать обо всех этих делах достаточно примитивно но я думаю в данном случае нас интересует физико-химический аспект итак чтобы представлять величины которые здесь играют роль вот этот процесс насыщается то есть он хорошо сдвинут вправо при парциальных давлениях кислородов в ульвеолах порядка сотни сотни тор сто тор практически весь гемоголобин захватывает кислород ну понятно что понятно что чем больше кислорода тем больше образуется таких комплексов оксигемоголобин с током артериальной крови распределяется по организму и его задача передать кислород на так это гемоголобин передать на миоголобин все довольно сложно там мы дойдем до физико-химической стадии или так сказать аспекта передать на меголобин который находится в мышцах и значит из легких гемоголобин забирает кислород передать на меголобин и дальше кислород уже по тканям при помощи меголобина распространяется при этом все настроено таким образом что если парциальное давление кислорода низкое то комплексы гемоголобина с кислородом распадаются но тут начинает работать миоголобин причем это уже происходит где-то там венозном токе венозной крови теперь миоголобин значит гемоголобин это белок сложный полимер фактически полимер состоящий из остатков аминокислот молекулярный вес которого приблизительно 67 тысяч или что-то в этом духе то есть это громадная молекула очень сложно устроена но фактически это в общем-то объект как бы это хорошо вписывается в парадигму супрамолекулярной химии хотя это немножко нескромно называть эти объекты супрамолекулярной химией потому что это изучалось еще задолго до того как придумали этот термин но парадигма та же это очень сложный достаточно сложный сложная молекула которая нековалентно связывает кислород и когда нужно она его связывает когда в общем-то не нужно нужно когда нужно она его отдает это такая вот штука и она состоит как бы из четырех субъединиц каждая в которой находится ион железо и собственно железо обеспечивает цвет красный цвет и таких субъединиц четыре и каждый из них может захватить кислород при этом они работают не то что независимо они работают очень светски первый кислород сильно влияет на то как захватывается второй третий и так далее поэтому гемоглобин на самом деле это очень сложная штука а миоглобин это фактически полный аналог одной субъединиц миоглобин тоже работает с кислородом но это только один атом железа и в общем-то так сказать как бы здесь все значительно значительно проще поэтому на самом деле мы сейчас посмотрим равновесие миоглобина но имея ввиду что гемоглобин как-то больше связан конечно с тематикой ковида но так сказать мы рассмотрим миоглобин потому что он собственно проще в принципе можно так сказать рассмотреть равновесие при помощи наших инструментов мы уже достаточно вооружены можно рассмотреть и гемоглобин но там я так понимаю что и гемоглобин но это в общем-то будет значительно сложнее и в общем-то нужно будет входить уже в какие-то детали медицинские там биохимические которые нам по большому счету не нужны итак давайте рассмотрим вот этот вот этот процесс ну надо сказать что это равновесие изучалось уже давно а мы будем работать в инвитро варианте да не в живом не в живых тканях не в живом организме а инвитро ну грубо говоря в пробирке в колбе и этот процесс уже изучал изучался наверное начиная там лет сто назад и большой вклад кстати в изучение этого равновесия внес Бор отец Нильса Бора который собственно сам крестный отец квантовой теории поэтому здесь в общем-то этот процесс имеет тоже какую-то такую достаточно интересную интересную историю итак значит инвитро мы изучаем вот этот вот этот процесс ну здесь надо тоже сказать что кислород он растворяется в воде мы знаем да и мы можем контролировать или изменять концентрацию кислорода в растворе в воде меняя парициальное давление над раствором это закон закон Гендри здесь есть некоторые тонкости но мы тоже так сказать на это внимание не будем обращать мы будем считать что в наших условиях мы можем менять концентрацию кислорода и теперь нам нужно фактически посчитать или определить прежде всего константу равновесия и сразу записываем константа равновесия как мы знаем уже хорошо это концентрация миоглобина точнее комплексов миоглобина на его концентрацию и на концентрацию кислорода обратите внимание ну это тоже иногда может как-то на это не обратить внимание что здесь записаны текущие концентрации текущие концентрации которые в данном равновесии получается кроме того мы еще располагаем фактически законном сохранении вещества что если мы добавили реакционный объем миоглобина вот с такой концентрацией это как бы начальная концентрация то концентрация миоглобина текущего в сумме с миоглобином в комплексе она вот ну это фактически закон сохранения да у нас в общем-то миоглобин который мы добавляем он и идет свободный миоглобин и связанный ну и еще есть соответственно то же самое по по кислороду это так сказать что называется до кучи вот но нас интересует ну и с медицинской точки зрения и что удивительное из физико-химической нас интересует насыщение кислородом миоглобина ну и это можно перенести на гемоглобин мы работаем так сказать миоглобин насыщение по определению н с черточкой равняется отношению начальной концентрации миоглобина количеству комплексов концентрации комплексов гемоглобина ну как бы с точки зрения пациента понятно какая доля миоглобина захватила кислород это очень важно получается поскольку чем больше тем лучше функционирует все остальное если вдруг насыщение существенно меньше единицы то как-то ситуация может быть и не очень удачно складывается ну так сказать действительно здесь вот н равняется нулю если количество комплексов миоглобина равняется нулю и соответственно если насыщение равняется единице если миоглобин миоглобин в комплексе равняется все молекулы которые были они все захватили кислород ну тогда это хорошо наверное где-то нужно стремиться и видимо все так организовано в природе что насыщение должно быть близко к единице ну или там где-то хорошо теперь подставляя в выражение для насыщения значения константа равновесия и вот используя это равенство мы получаем это все довольно просто мы получаем давайте подробно к вот вот в это выражение представляем используя это выражение мы подставляем сюда и здесь тоже внизу концентрация миоглобин используя вот это плюс к миоглобин и кислород миоглобин здесь у нас буквально сокращается это мы можем сделать всегда исходя из того что они концентрация миоглобина отлична от нуля практически во всех случаях и получаем окончательное выражение вот это выражение я даже напишу ее покрасивее покрасивее точнее вот вот мы получили для насыщения вот такое замечательное выражение выражение оно фактически общее для всех случаев если мы изучаем вот такой комплекс такого типа поэтому гемоглобин здесь мегабин точнее мегабин это в общем-то ну как бы интересный интересный пример теперь ну давайте посмотрим графически это наверное довольно сложно будет мне сделать но я постараюсь кстати родитель Нильса Бора опубликовал свои результаты где-то в 1903 году и это является сейчас классическая вообще работа но он делал это тоже в колбе ин витро так это у нас насыщение сто процентов так раз два три четыре пять двадцать сорок сто здесь по оси абсцесс некоторое эффективное давление кислорода парциальное и в общем-то как миоглобин так и гемоглобин они фактически насыщаются ну вот в районе ста происходит насыщение вот сейчас сорок ну вот как-то так получается вот такая кривая это миоглобин вот тоже в общем совсем совсем неплохо как-то так и если мы имеем зависимость насыщения от ну в данном случае от кислорода или для других равновесий для какого-нибудь параметра который мы можем варьировать то в общем-то мы можем это использовать для того чтобы определить константу равновесия что совсем неплохо по большому счету для этого нужно просто на половине величины насыщения поскольку поскольку здесь если k на o 2 равняется единице то половина насыщения мы получаем определенную величину давления и таким образом мы определяем константу равновесия и на самом деле это в общем-то универсальный способ вот если у вас комплексы более сложные ядро захватывает несколько там говорят легандов то такой простой конечно картинки такой простой картинки мы не получаем но в данном случае поскольку это довольно распространенное явление такие комплексы то вот наличие такой зависимости дает нам сразу величину комплекса ну и это в общем-то очень очень приятно другое дело что каким образом мы должны снять эту зависимость это не всегда просто но часто помогают оптические спектры фотометрические методы поглощение света позволяет найти нужные связи учитывая то что свободный там миоглобин и миоглобин в комплексе может по-разному поглощать свет и тогда вот эта разница позволяет определить позволяет определить кривую насыщения следовательно константу константу связанную константу связанную определили константу равновесия константу связанную то мы сразу определяем стандартное изменение потенциала гипса ну и в общем сразу очень много всякой информации что что всегда конечно приятно но более того можно не обязательно спектрофотометрическим способом хотя он наиболее простой и сейчас любая лаборатория в принципе оснащена такими приборами спектрофотометрами это в общем-то очень хорошо отработанная еще так сказать там наверное с прошлого века техника и сейчас они может быть не то чтобы недорогие но вполне так сказать доступные поэтому спектрофотометрические если получается то это совершенно замечательно ну и теперь несколько слов это для миоглобина теперь несколько слов все-таки для для о гемоглобине который собственно главный герой во всяких этих легочных историях ну чтобы это уж не было совсем там некой некой тайной то у гемоглобина зависимость приблизительно такая сначала он комплексуется хуже то есть у него величина насыщения заметно ниже вот и она имеет такую с-образную форму ну где-то вот как-то вот так потом на уровне на уровне 100 тор в общем-то все происходит происходит насыщение ну если вы ну наверное сейчас все знают что насыщение кислородом меряется такой оксиметром прищепкой на палец и нужно чтобы вот это насыщение было там не ниже 94-95 или что-то в этом духе если если это низы то ну то в общем требуется срочная видимо медицинская помощь теперь еще такой момент но почему могут быть нарушения вот в насыщаемости кислородом или сатурация еще говорят там наверное много своих так сказать медицинских моментов но в принципе может меняться константа константа равновесия константа связана если почему-либо интерфикация или еще каким-то боком константа меняется то скажем вот на кривой миоглобина видно что если чем больше константа тем быстрее выходит кривая на насыщение чем меньше тем она может это в общем-то у нее получается завалено заваленный рост и в общем-то при уже при обычных парциальных давлениях кислорода уже в общем-то насыщаемость кислорода маленькая и это чревато тем что если вдруг недостаточно кислорода поступает в головной мозг то человек может потерять сознание например и отсюда сразу видно мы можем придумать простой способ лечения или повышения сатурации повышения насыщаемости если повышать долю долю кислорода во вдыхаемом воздухе обычно это там 20-21 процент порядка 150 парциальное давление то но если добавить кислорода то фактически можно достигнуть насыщения крови и это как бы так сказать держит человека на плаву теперь опять же то же самое верно и для гемоглобина с точки зрения что если вы хотите чтобы насыщение было даже при каких-то проблемах то нужно добавлять кислород несколько слов опять же мы не профессионалы но зачем вот такая S-образная кривая S-образная кривая связана с тем что 4 молекулы кислорода связываются с гемоглобином таким образом что каждая молекула влияет на связь со следующей здесь очень большой глубокий глубокий смысл вот уже тогда скажем где-то где-то вот здесь предположим если давление парциальное давление кислорода падает то гемоглобин начинает распадаться а миоглобин еще нет вот это вот разница получается что комплексы гемоглобина передают кислород на миоглобин а миоглобин работает с мышцами поэтому скажем когда вы выдыхаете то мышцы которые управляют работой легких они в общем требуют кислорода и поэтому в общем-то уже гемоглобин уже не нужен как агент который берет кислород а вот миоглобин который помогает организму работать в нужном режиме он еще затребован и нужны его комплексы с кислородом чтобы кислород подать в нужное место поэтому здесь вот это все довольно ну как всегда в природе все невероятно рационально и хотя может быть без особых без особых без особых фантазий но все работает очень очень четко вот но значит гемоглобин гемоглобиновая тематика это как вроде как обертки к нашей физико-химической задаче для того чтобы почувствовать как что такое константа равновесия и как ее можно определить теперь следующая задача на следующий раз будет у нас связана как раз с этой темой гемоглобиновой гемоглобиновой я попросил бы вас проверить можно ли можно ли используя поглощение оптическое поглощение раствора гемоглобина на двух длинных волн получить величину насыщения но при атмосферном давлении сейчас мы запишем это так сказать но вот как-то так действительно ли можно но вот эти прищепки которые можно купить сейчас они утверждают что можно вот и они работают в основном на двух длинных волн лямбда один значит в этой прищепке в этом приборе есть два источника света света два светодиода один работает на длине волны 700 нанометров второй на это красный свет второй 900 и прибор позволяет сравнить поглощение на этих двух длинных волн и значит задача в том чтобы проверить можно ли используя вот эти две длинные волны или даже не обязательно эти а просто две длинные волны определить константу величину насыщения для атмосферного давления мы не меняем парциальное давление филорода а просто определяем ну или как это делается значит что мы здесь напишем можно ну видимо можно это уж как-то нельзя проявлять такое недоверие к коммерческому продукту но тем не менее можно ли по измерению двух измерению двух и по измерению оптической оптической плотности на двух длинных волн вот определить n насыщения крови ну как-то вот так ну что вам нужно сделать вам конечно не нужно никаких конструкций принципиально но у нас еще есть некоторое время и я думаю что неплохо будет какой какие-то подсказки вам здесь еще организовать потому что эта работа такая достаточно может быть у вас было по химической физике лабораторной работы по спектр были ну тогда так сказать в общем-то это может быть и не так сложно но тем не менее вот чтобы для тех у которых такой работы не было давайте я вам напомню закон ламберта бера еще бугер это не один человек это все три разные человека гениально ученые жили весьма давно и закон ламберта бера бугера фактически определяет вот если у нас имеется какой-то слой вещества шириной л и плоский слой и на одной его грани интенсивность и 0 а свет выходит с интенсивностью и меньше чем и 0 потому что он может поглощаться как мы знаем то эта интенсивность равняется вот я ее запишу так 10 минус ε c l ну обычно для для теоретических выкладок удобнее использовать экспоненту но с точки зрения спектрофотометра то в общем-то он заточен под десятичные логарифмы и спектрофотометр которым мы можем пользоваться для решения этой задачи ну так сказать виртуально спектрофотометр выдает оптическую плотность которая по определению равняется десятичный логарифм логарифм вот от y c l значит l это оптическая оптический путь здесь есть только один момент который на который нужно обратить внимание когда если вы практически работаете со спектрофотометром l всегда меряется в сантиметрах концентрация жидкого раствора в молях на литр ну а вот эта величина эпсио это называется коэффициент экстинкции коэффициент экстинкции ну и его размерность определяется вот этими l и лица ну вот собственно все все что надо знать значит вы легко ну обычно так сказать если здесь никакой специфики нет вы работаете жидким раствором то это стандартная кювета один на один параллепипед с основанием один квадратный сантиметр высотой сантиметра четыре но где-то три-четыре кубика можно залить вашу раствора то в принципе вы сразу получаете вот оптическую плотность без каких-либо таких особых проблем и что еще ну в нашем случае раствор сложный здесь будет плавать миоглобин ну или даже гемоглобин это уже все равно нас не интересует механизм да значит свободный миоглобин и в комплексе то есть два разных так сказать два разных вещества и мы надеемся что они по-разному поглощают то есть у них разные зависимость коэффициента экстинкции от длины волны ну оно так и есть иначе ничего невозможно и еще чтобы вы не мучились оптическая плотность в разбавленных растворах а мы будем иметь дело с разбавленным так сказать как бы по определению величина аддитивная то есть оптическая плотность общая это оптическая плотность первого вещества оптическая плотность второго вещества ну в принципе и так далее но нас интересует только два вот ну еще наверное чтобы уж совсем вам было не сложно хотя вы можете найти это наверное и в нет этот вы наверное найдете сами вот эту вот зависимость экстинкции разницу экстинкции для двух веществ ну там в какой-нибудь википедии наверняка это будет для демоглобина и его оксигемоглобина давайте будем будем работать на гемоглобин значит гемоглобин и оксигемоглобин предполагается имеют разные разные коэффициенты экстинкции и вот хватит ли значит сможем ли мы принципиально определить величины величину насыщения кислородом если мы работаем на двух на двух длинных вон 700 и 900 нанометров ну единственное что еще это хороший повод чтобы добавить в наш список единиц измерения еще один полезный факт значит длина волны это мы понимаем что соответствует кванту света который имеет определенную энергию то есть нам нужно хорошо понимать как связана длина волны излучения с соответствующим квантом ну во-первых значит вот спектрофотометрии используют для длины волны единицу нанометр в принципе может быть и ангстрем в некоторых разделах оптической спектроскопии но мы знаем что один нанометр равен внести ангстрем это мы знаем можно внести в этот наш если у вас есть некую таблицу но более более интересно связать длину волны данного излучения с величиной энергии кванта например если мерить кванты в электронных вольтах тоже одна из любимых единиц измерения квант в такой энергии какой длине волны соответствует и тут опять ну равенство я писать не буду а некое соответствие и тут опять приходит способ основанный на меманических правилах и этот эту штуку нам показал в свое время профессор стальдроза который долгое время был кстати деканом нашего факультета по сожалению он уже ушел из этого мира он кстати сказал я не знаю говорил во время войны он был работал в разведке и может быть он так сказать научился всяким таким мнемоническим штучкам он говорил так один электрон вольт что мы делаем мы начинаем мы вспоминаем детскую считалочку раз два три четыре пять и пишем раз два три а четыре пять меняем местами ну может даже не менять на самом деле и это есть длина излучения в ангстремах которые соответствуют одному электрон вольту это кстати сказать очень очень удобно и весьма полезно когда нужно представить себе ну разные разные разделы физики или там физической химии в разных школах используют разные единицы кто электрон вольты кто нанометры и как бы пересчитать величину перехода в длину волны в общем-то быстро и ну конечно это приближенно но приближение весьма хорошее и нам в принципе должно хватить для наших задач ну вот собственно наверное в основном и все значит задачка есть на следующий раз и мы поняли что что закон действующих масс эта штука очень полезная по крайней мере и как бы я вас призываю еще раз как-то попытаться осмыслить и еще один момент я хотел бы вам рассказать сейчас минутку что такое там ну ладно наверное так без записи а вот нашлось я бы хотел поскольку мы стараемся Илья стараюсь вам донести до вас идею что очень важно особенно в повседневной работе ну любого исследователя особенно экспериментатора хотя и теоретика тоже в общем-то уметь делать различные модельные оценки приблизительные расчеты которые не занимают много времени но позволяют вообще представить суть 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 дела и поэтому вот я бы вам рекомендовал книжку Мигдала Мигдал Аркадий Бейнусович называется качественные качественные методы кулантовой теории книжка наверняка есть в сети первое издание было в 75 году прошлого века значит Мигдал это выдающийся теоретик и профессор фистеха и вот он собственно написал эту книжку которая очень полезна она разного уровня ну вот чтобы представить вот эту идею качественно это значит получение качественных методов значит методы которые позволяют получить решение задачи ну не решая сложных уравнений поэтому ну вот как 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 чтение там скажем на ночь для того чтобы усынуть это было бы совсем совсем неплохо по крайней мере книжка очень 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 полезная я думаю что ну к теории супрамаглярной физической химии может быть это имеет и не имеет особенно привоза так сказать отношения ну как вот почувствовать дух работы в реальной науке она она наверное поможет некоторые вещи мы будем в общем-то правда использовать и в наших лекциях на этом наверное все